Привет! Это вторая часть ответов на вопросы по поводу спортивного питания, которые были оставлены в виде комментов под самой темой в группе. Начну с того, на чем прервался. Вопрос Александры Фроловой. Насколько важно спортивное питание, если не планируешь выступать в соревнованиях? Действительно ли у него какой-то мега-эффект или можно обойтись обычными продуктами с рынка витаминами из аптеки? Для начала проясню, зачем было вообще сделано спортивное питание. Спортивное питание, первая цель, которую оно преследует, это получение энергии организмом наиболее легким путем. Один из этих путей – это экономия собственной энергии. То есть гейнеры, протеиновые коктейли созданы таким образом, чтобы снять нагрузку с пищеварительного тракта. И таким образом пищеварительная система не тратит практически энергию на усвоение этих продуктов. Чего не скажешь про кусок мяса или про тарелку риса. Это раз. Да, вот иногда даже бывает так, что еда обладает отрицательными калориями. То есть организм на ее переваривание и усвоение тратит больше энергии, чем из нее получает. Например, капуста. Свежая капуста обладает отрицательными калориями. То есть организм потратит гораздо больше калорий на ее усвоение, чем те калории, которые он из нее получит. Вот такая вот фишка. Но я говорю о свежей капусте. Мега эффекта вообще нет ни от чего. Мега эффект бывает только по одной причине – от повышенной мозговой деятельности. Все остальное – это просто приложение. Поэтому в любом случае на определенном этапе добавки начинают помогать в достижении тех результатов, которые не получают отца достичь манипуляциями с обычной едой. То есть за счет простоты усвоения, за счет дополнительной экономии энергии, за счет легкости высвобождения тех веществ, которые с трудом высвобождаются из обычных продуктов, спортивное питание иногда позволяет продвинуться в результатах чуть дальше, чем можно было бы использовать обычную еду. То есть, хотя бы если подумать о том же сбросе жира. Одно дело играться калориями, углеводными чередованиями и прочее, но это не позволит организму сжигать больше жира за единицу времени, чем он способен. Да, это зависит от многих факторов. Один из этих факторов – транспортировка жировых молекул к митохондриям, к депо, где жир окисляется. И в этом плане организму слегка помогает л-карнитин. Якобы, ну бытует такое мнение, которое еще никто не оспоривал. Ну и иногда л-карнитин все-таки помогает. Что он делает? Он просто помогает организму протаскивать дополнительное количество жировых молекул через стенки клетки, внутрь туда, для окисления. И получается, утрированный пример привожу, утрированные цифры. Если без л-карнитина организм за секунду может окислить одну жировую молекулу, да, то с л-карнитином 1,5. Но это все-таки уже повышенный эффект, да, жиро-сжигание. И в этом плане, соответственно, организму удастся сжечь больше жира, да, и избавиться от большего количества жира, чем за то же самое время, допустим. Чем без добавок. Это раз. Второй энергетический эффект, да, добавки там на основе там всяких гуаран, кофеина, таурина и прочее, 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 да. Точно так же из обычной еды частенько человеку не получается получить вещество в достаточных количествах, которое может похлестнуть там или кардиоваскулярную систему, там, или нервную систему, да, для повышения интенсивности тренировки. Добавки иногда это помогает сделать. Ну, не на супер-пупер прям уровне, но все-таки это небольшой шажок вперед. Поэтому нужно сначала для себя определиться с целями. Есть цели, которые добавок, в принципе, не потребуют. И опять же, подготовка к чемпионатам в соревновательный уровень, это уже не уровень добавок, это уровень фармакологии. Добавки находятся на промежуточном этапе между пляжным вариантом, да, таким, как сказать, удовлетворительным пляжным вариантом и соревновательным уровнем. Кто-то когда-то добавки назвал беззубо-дитсадовской альтернативой, да, но это из тех людей, которые со шприцей таблеток вообще не слазят. Объясню разницу между добавками и фармакологией. Добавки помогают организму в тех процессах, которые он уже сам начал. То есть добавка не создает процесс, в принципе. Добавка помогает организму интенсивнее раскрутить тот процесс, который он уже начал. То есть помогает, помощник, да. Фармакология действует по другому принципу. Фармакология дает приказы. И у организма не остается выбора, как начать процесс, который ему приказывает начать фармакология. Есть существенная разница, да. То есть даже если организм не настроен на этот процесс, фармакология его все равно заставляет его производить. И в этом ее, в принципе, опасность. Едем дальше. Ну а по поводу витамин витамин в заптеке, так есть даже поговорка, да. Вопрос такой. Где находится самое большое количество витаминов? Ну все долго думают, а ответ простой в аптеке. Присоединяюсь к вопросу про мальтодекстрин. В принципе, я не склонен к набору жира, но не посадишь ли на нем поджелудочную? Да поджелудочную можно посадить на чем угодно, вплоть до растворимого кофе, наверное, в первую очередь. И опять же, раз порошковый белок сразу закидывается в кишечник, разумно ли употреблять гейнеры? Объясню. Гейнеры это, ну да, это углеводная белковая смесь. Или углеводная смесь вообще. Протеиновые коктейли люди употребляют в первую очередь тогда, когда им нужно восполнить запасы энергии, но они при этом не хотят накапливать никакого количества жира. Если человеку жировая прослойка его по барабану, в принципе, то гейнеры разумнее использовать просто потому, что они дешевле, чем протеиновые коктейли. Вот и все. В этом весь ответ. Если, допустим, ведро, там, двухкилограммового протеина, стоит около, там, 120-130 долларов, то ведро того же гейнера, будет, там, того же производителя, будет стоить в два раза дешевле. Вот и вся фишка. Какое по размеру углеводно-белковое окно, если тренировка в 18-19 часов заканчивается? А, если тренировка в 18-19 часов заканчивается в 20-30. Сколько можно есть после тренировки? Тренировки тяжелая, легкая, средняя, и аппетит хороший, походу переедаем. Ну, ориентир такой. 80 кг, вообще, в принципе, свой расход калорий можно легко померить на дорожке, на беговой, да? Просто нужно в индивидуальную программу занести туда свой вес, возраст, и задать интенсивность тренировки. Провести на дорожке час, и, в принципе, ты точно сможешь определять, какая интенсивность, сколько калорий у тебя в час забирает. Допустим, для того, чтобы дорожка показала результат в виде, там, отразила примерно расход калорий на силовой тренировке, ну, возьми, вот, все это забей, возьми интенсивность тренировки, ну, продолжительность тренировки на дорожке, выбери, там, 10 минут, чтобы не сдохнуть на ней вообще, да? И начни, вот, бежать мощными интервалами, да? Там, ты минуту ходишь, просто пешочком на дорожке, а потом берешь и бежишь на этой дорожке из-за всей силы, пока ноги не начнут заплетаться, потом опять идешь медленно, потом опять рывковый такой бег спринтерский, там, на полминуты на минуту. Вот у тебя будет расход калорий при этой интенсивности за 10 минут, и ты легко сможешь, в принципе, понять, сколько ты калорий тратишь на силовой тренировке, в час, полтора и все остальное. Углеводно-белковое окно, энергетическое окно, да, оно будет держаться после силовой тренировки порядка часа, где-то так, ну, плюс-минус, там, 20-30 минут. Все зависит от интенсивности самой тренировки. Вообще, это окно вызывается просто резким спадом уровня сахара в крови из-за силовой тренировки. Как только начинает повышаться уровень сахара в крови, да, ой, понижаться, у клеток очень резко начинает возрастать чувствительность к глюкозе и остальным макронутриентам из пищи. Вот, и, соответственно, у них при сниженном уровне сахара в крови повышенная способность к усваиванию белков, жиров, углеводов. Вот все, вот тебе все твое окно. Так. Очень интересует тренировка. Что до нее предпочтительнее, что после нее, как правильно посчитать. Вопрос и о здоровом питании, о добавках. В принципе, тренироваться на пустой желудок желательно только, когда человек жестко придерживается плана похудеть, да, или вообще сжечь подкожный жир до луковой кожицы. Если идет просто силовая тренировка или не стоит вопрос сброса веса, то на пустой желудок вообще тренироваться не советую. Да, ну, естественно, за полчаса до тренировки целую курицу съедать не стоит, но на практике могу сказать, что за полчаса, за час до тренировки какие-то сложные углеводы никому не мешали, в принципе, вообще на тренировке. После тренировки, опять же, вопрос. Если человек худеет, то я бы на его месте минут 40 после тренировки вообще ничего не ел. Только залил бы в себя там какую-то порцию БЦА и л-карнитина, допустим, или просто обычных аминокислот закинул бы грамм 5-7. Вот. Если вопрос стоит о наборе веса, то я бы уже сразу же после последнего подхода еще до душа сел бы и поел бы, съел бы огромную тарелку там какой-нибудь каши с большим куском хлеба и с маслом. Вот. Добавки. Опять же, стоит вопрос цели тренировки. До начала тренировки, если вопрос похудеть, ну, нужно зарядиться, в принципе, во-первых, любым энергетиком, который ты легко переносишь, который тебе позволит выдержать повышенную интенсивность самой тренировки с пустым желудком. Во-вторых, закинуть туда какое-то количество аминокислот и л-карнитина того же, для того, чтобы сниженный уровень сахара в крови не вызвал, всплеск кортизола. И на самой тренировке я бы советовал все-таки слегка каких-то углеводиков простых подкидывать, особенно если продолжительная тренировка состоит из в основном кардионагрузок или из функционального тренинга. Простые углеводы в этом плане помогут, там буквально нужно грамм 20 в течение всей тренировки, периодически все, грамм по 10, по 15 этих простых углеводов, там каждые 15-20 минут закидывать, для того, чтобы мозг не голодал. Тогда, в принципе, жиры будут сжигаться нормально и еще в чем суть, не будет больших всплесков кортизола, который приведет еще к распаду мышечных тканей. После тренировки вопрос похудения, да, я уже говорил, те же аминокислоты, тот же л-карнитин, если это вопрос набора массы, то это в любом случае глютамин, там 20 грамм, 15 грамм, и нормальная углеводная еда. Очень интересный про жир разжигателя. Ну, если мы говорим о слабеньком, то это л-карнитин, об очень слабеньком. Возможно, он и поможет, но, ну так, на ощутимом уровне, но этот, я думаю, что дозировка должна быть больше 5 грамм в сутки. Но при таких дозировках легко закислить свой кишечник и заработать себе по носу. Даже если дозировка будет разбита четко на равные порции там каждые 3 часа. Следующий момент. Большинство жиросжигателей вообще комплексных, которые сейчас продаются у производителей спортивного питания, они больше напоминают энергетики, а не жиросжигатели, в принципе. Да, там куча веществ, которые там повышают давление, очищают сердцебиение, температуру тела поднимают, но напрямую мощного эффекта на жиросжигание не позволяет больше выдержать интенсивную тренировку, высокоинтенсивную, кардио тренировку или силовую. Но никак там я допустим по своим клиентам особо не вижу разницы пытаются они похудеть с помощью четко выстроенной диеты, либо же они еще добавляют туда какой-то жиросжигатель, который мы там взяли с витринной на, ешь. Да, он ест. Не вижу я супер-пупер эффектов. Это что касается добавок. Следующий этап тоже фармакология, но что я могу с жиросжигателем отнести реально, это кленбутровому с этими вещами нужно обращаться и те же жиросжигатели, которые вмещают в себя там тройку эфедрин, кофеин, аспирин. Но так как с чистым эфедрином у нас сейчас вообще в принципе небо в клеточку, друзья, в полосочку, то сейчас начали попадаться жиросжигатели, которые несут себе там экстракты федры, да, это сырье для производства эфедрина. Экстракты федры, конечно, на порядке слабее самого эфедрина, но все-таки в паре с кофеином, вкупе там с кофеином и с аспирином эти жиросжигатели какой-то эффект оказывают, да, они там как они называются, там черная вдова может называться, черный паук, там метилдрен называется, вот так вот. Это еще как-то жиросжигает, но опять же, там еще такие комплексы огромные других веществ, которые в принципе меня часто вызывают вопросы, да, допустим, метилдрен и все остальные вот из этой серии жиросжигателей лучше на пустой желудок вообще никогда не есть, потому что можно себя так серьезно врезать по своему кишечнику, там очень много слишком активных субстанций находятся и они очень агрессивные по своей природе, да, если, допустим, жиросжигатель, там пишут, что последнего поколения, а ты смотришь, а в составе находится хромопиколинат, то компания, которая произвела, в принципе, вообще с головой не дружит, потому что последние, уже доказанные факты состоят в том, что хромопиколинат мало того, что аппетит не, скажем так, не укращает, да, он еще и может создать серьезную интоксикацию организма, с помощью хромопиколината можно заработать отравление серьезное, еще и кишечнику навредить, поэтому в любом случае ищи жиросжигатель, в котором его нет, хотя в свое время хромопиколинат раскрутили очень сильно как отдельный продукт, да, там начали рассказывать аппетит, там гасит и все остальное, но в итоге пока люди травятся не начали. Так, согласно вашим рекомендациям и рекомендациям Майка Менсера, рабочий подход делается до отказа, а именно до исчерпания запасов креатинфосфата в мышцах. Зачем дополнительно принимать креатин, если без него отказа можно достичь раньше? Объясню вам. маленькую штуку. Креатин применяется в фазе силовых тренировок, которые рассчитаны на тренировку связок и суставов, в первую очередь, их прочности. За счет, вот смотри, без креатина, да, мышцы имеют, мышечная клетка имеет определенное наполнение жидкостью, это определяет ее диаметр, соответственно, определяет ее силовой потенциал какой-то, да, к сокращению в первую очередь. И вот суммарно все эти мышечные клетки могут, напрягаясь, оказать определенное воздействие на связку, которыми не крепятся, и, соответственно, связка окажет воздействие на сустав. Так вот, есть предел этого воздействия, да, силовой потенциал мышечной клетки и всей мышечной группы, да, имеет предел, соответственно, есть предел утренировки связки и суставов. Так вот, креатин, который мы применяем, да, как добавку, повышает силовой потенциал мышечных клеток и, в свою очередь, повышается этим воздействие дополнительно. на связки и суставы, что позволяет их тренировать дальше и делать их еще сильнее и еще прочнее. Это в первую очередь, потому что мы знаем, что на слабых связках и на слабых суставах мышцы дополнительные не наращиваются. То есть, для того, чтобы мышечная ткань начала увеличиваться в размерах, да, начали увеличиваться мышечные клетки и начало увеличиваться их количество, сначала должен стать прочнее фундамент, на котором они находятся. Это кости, суставы и связочный аппарат. Если этого не происходит, мышцы не растут. То есть, мышечный рост это, в принципе, заключительный этап трансформации скелетно-мышечной системы. Вот и все. Поэтому, хочешь больше массу, соответственно, сначала нужно сделать больше сил, которая оттренирует связки и суставы для той массы, которую ты хочешь набрать дополнительно. Мышцы это очень активная такая единица, которая показывает определенную нагрузку на связки и на суставы. И организм никогда не нарастит столько мышц, то количество мышечных клеток, да, которое напрягаясь будет сильнее, чем сустав и связки, которые его окружают из вхожилия. вот такая вот петрушка. Ну, а на сегодня, я так понимаю, вопросы по спортпиту уже закончились. Вижу еще вопросы по спортпиту, да, я вставлю их в следующее видео, которое будет уже касаться, как я обещал, привязки способов питания к типам тренировок и к способам тренировки. Ну, а сейчас пока все. Пока. Продолжение следует...